Дорога на улице Волжской на верхней террасе не ремонтировалась с 90-х годов. Семья Рафиса Сабитова живет в микрорайоне с 1995 года и признается, дорога всегда была в плохом состоянии. В этом году городостроители обратили внимание на проблемный участок. Кроме ремонта самого покрытия установит тротуар для пешеходов и три остановки общественного транспорта. Очень радует, что положили новый асфальт. Еще радует, что теперь будет здесь тротуар. Детям будет где прокатиться на велосипеде. Рады не только семья Сабитовых. Асфальтированная дорога в частном секторе – участок оживленный. Жители неоднократно обращались к депутатам и администрации с просьбой отремонтировать дорогу. Много лет местной детворе приходилось идти в 74-ю школу по проезжей части. На сегодняшний день в графике идет строительство тротуара более двух километров, которое позволит безопасно людям передвигаться в сторону храма, который на улице Волжка находится очень востребованный. Второй момент связан с тем, что дети идут в школу. На сегодня уложено 70% нижнего выравнивающего слоя. После монтажа бордюрного камня планируется уложить верхний слой щебеночного мастичного асфальтобетона. Работы обещают закончить до конца июля. Кроме Волжской, ремонт начат и на других участках Заволжского района. На улице Деева подготовили к асфальтированию верхнего слоя. Завершаются работы по укладке нижнего слоя на Волжской и на Одесской. Ведутся подготовительные работы по установке тротуара, тоже готовят под асфальтирование верхнего слоя. Также ремонт начат на проспекте Дружбы народов в Новом городе. Работа производится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году на его реализацию выделено почти 2,5 миллиарда рублей.